это то о чем вы подумали нет и хотя я подумала о том же самом но это всего лишь новая помада от бренда nars всем привет с вами снова лера это наш новостной блог прошла целая неделя и вот моя подборка новостей на сегодня жан-поль гатье приедет в москву со своим performance вообще в россии очень редко происходит такого вообще формата события это performance посвящена его карьере творчество жан-поль гатье это настолько многогранная личность помимо того что французский кутерье который был законодателем моды 80 90-е годы плюс ко всему он всегда был публичной личностью и выступал в ел всякие передачи в своих невероятных костюмах как раз в этом шоу будут представлены винтажные вещи из его коллекции я думаю если вы почитатель такого формата мероприятий есть смысл заморочиться по поводу билетов уже сегодня потому что она состоится 6 по 9 февраля и билетов я думаю вообще не останется поэтому задумайтесь и начинайте искать билеты инхау инхау извиняюсь по-китайски точно но я надеюсь что китай может этого не простите в итоге очередной огромный фэшн бренд извиняется перед китаем сначала дольче габбана теперь висача не знаю как это расценивать они выпустили линейку футболок на которых аж и гонконг это не административные районы кита а это отдельное государство и за это они сейчас извиняются но для меня это странно потому что я думаю что этот концепт был продуман заранее я думаю что это очередной маркетинговый ход потому что именно о доме versace в последнее время говорят намного меньше чем допустим на той же валентия гауф вайт вот мог это о которых просто все мечтают про которые все поют а versace к сожалению сейчас ушло куда-то на задний план но с другой стороны вспоминая историю дольче габбана мне кажется они плакали просто кровавыми слезами когда все это произошло и они отменили показ в шанхае многие площадки в китае запретили продавать этот бренд дольче габбана пришлось выучить китайский язык извиняться на китайском плюс ко всему все модели извинялись на китайском китай это такая страна которая не только впереди планеты все по производству плюс ко всему они это самое огромное количество потребителей то есть для них их люкс сейчас вообще выстраивает свою систему продаж потому что китай потребляет люкса намного больше чем все остальные страны поэтому я думаю что некоторые бренды исполь пытаются это использовать как самый пиар чтобы привлечь их внимание опять же привлечь внимание кита и начинает сразу же что вот мы там выпустили извините мы вас любим приходите давайте немножко интерактива мы его очень любим я надеюсь вы тоже были очень любите так не буду скрывать что это такое это новая приколюшка от французского бренда christian dior приколюшка потому что действительно очень миниатюрно интересно выглядит и это трубочки для питья разнообразных коктейлей но сама коробка посмотрите как она оформлена это известный принт который называется тюаль дежи и так история о том что детали важны во всем тюаль дежи это любимый принтер самого основателя christian dior а и сколько они стоят тот кто первый из вас ответит мне на этот вопрос пишите в комментариях я подарю вам какой-то подарок я не обещаю что это будут трубочки кристиан dior на подарок я думаю вам понравится подписывайтесь на наш youtube канал ставьте лайки пишите комментарии не забывайте про колокольчик который всегда напомнит вам о выходе нашего нового блога московский бренд женской одежды розарио улетели в копирование наряда сен лорана ну я думаю что розарио вряд ли знаете а вот его легендарное плаще с огромным бантом на плагиат обратили внимание администратора инстаграм аккаунта diet prada тоже такой аккаунт который в принципе я думаю знаком вам всем он обращает внимание на всякие скандальные моментики связанные с фэшн брендами с теми кто их копирует меня это вообще никак не удивило потому что есть даже такая поговорка зачем изобретать велосипед когда его уже изобрели история с копированием она настолько уже ну не популярна она настолько уже всем знакомы пожалуйста зара копирует все абсолютно бренды уже на следующий день после фэшн показов а за руку копирует потом массов поэтому ну ребята кто что может кто что хочет люк сегмент это люк сегмент премиум сегмент это премиум сегмент макс мара это макс мара я бы лучше хотел чтобы я был розарий дом какой-нибудь ой следующая новость связана своим любимым вирджила обло вирджила облом он выпустил коллекцию домашнего декора вирджила обло изначально архитектор который открыл себе когда-то не знаю творческую жилку когда ты понял что он может не только строить рисовать чертите но может это переносить на прекрасную одежду которая стала настолько популярны что в ней хотят ходить все сейчас он пошел дальше и это кстати общая тенденция сейчас очень много модных домов открывает линейку именно связаны с интерьерами с обстановкой в доме они хотят не только нас одевать на хотят что в вашем доме было также прекрасно как вы сами вирджила обло он уже коллаборировал до этого например у него была классная коллаборация с икеи и до сих пор пытаются раскупить расхватать коллекционеры это классные ковры я сама видела один из них живую обладатель ковра стоял в очереди 33 месяца чтобы получить и просто было счастье невероятно поэтому следите покупайте и вы тоже будете приобщены к этому прекрасному бренду офффайт новость про кроссы спортивный тренд вместе с нами но если вы сейчас задумались о том какую пару обуви приобрести на осень например на зиму некоторые вообще круглый год не ходят следует обратить внимание еще буквально там пару месяцев назад на пике популярности были трипл с и болинсиагу хотели все болинсиагу сейчас хотят все да это не только кроссовки но три полосы уже все накупили себе кто хотел кто не хотел все фашинистки приобрели все цвета и все коллекции значит так тренд на аглибутс на огромные кроссовки успокоился и начинает немного отходить поэтому сейчас обратите внимание на треки того же бренда болинсиага к примеру у крестьян дюро вышли нереальные кроссовки которые тоже впишутся во все практически гардеробы выбирайте короче меньше объемов больше женственности над кроссовок не отказывайтесь волосатая новость эмили ротаковский показал свои небритые подмышки и прослала лицемеркой 28-летняя американская модель выставил свой инстаграм я бы сказала откровенное фото своих небритых подмышек чем-то вызвало ажиотаж вокруг своей персоны почему значит несколько вариантов я сама просмотрела инстаграм он настолько вылизанный что ну это по меньшей мере странно с другой стороны у меня пришла вот какая мысль возможно ее пригласили стать амбассадором или поучаствовать в рекламном кампании какого-нибудь нового средства для бритья либо бритвенного станка ну а как как вы сами понимаете без этого уже никуда невозможно поэтому мне пришлось отрастить подмышки вообще в какое-то время это было очень модно я допустим вспоминаю рекламной кампании джулия робертса где она показывала свои подмышки рассказывал о том что нам женщинам мы феминистки мы что хотим то и делаем красота та которую мы сами чувствуем плюс ко всему том ford в 2003 году скандальный рекламный кампейн который в итоге запретили тогда он был креативным директором гучи модель позировала со спущенными слегка трусами нижним бельем и была видна ее лапковая стрижка ну вообще короче говоря там видна была стрижка и там было выбрит по моему как раз логотип гучи ну там что-то г было выбрит это не лапковая стрижка стрижка на интимных местах том ford тогда получил тоже много хайпа много рекламы до сих пор с 2003 года эта фотография помню я думаю что растить несколько месяцев точно надо тем более это для harper's базар я бы тоже отрастил подмышки для harper's базар если это видео наберет 1000 лайков то я отращу бороду подмышки так что ставим лайки и подписываемся на наш youtube канал ребята на этом мои новости на сегодня закончились я надеюсь что вы получили такой же заряд позитива как и я обязательно позвоните в компанию нарс пусть вам подберут вашу помаду а я прощаюсь с вами до следующего влога пока пока